МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изменилась, но не к лучшему. Новая схема дорожного движения на улице Кобицынской, как и предсказывали автомобилисты, привела к увеличению количества ДТП. Золушка в депрессии, а мачеха ищет богатого мужа. Новую интерпретацию известной сказки на суд зрителей представили артисты театра Аяты. Вопрос, когда же в Обнинске появится многофункциональный центр, горожане задавали уже давно. Этим летом ближайший к Обнинску центр, работающий по принципу единого окна, открылся в деревне Кобицыно. И тут у обнинцев появилось еще больше вопросов. Обнинск в регионе второй по величине, а вот элементарных вещей в городе так и нет. Еще в декабре 2013 года мы беседовали с Владиславом Шапшой по этому вопросу. Тогда МФЦ в Обнинске планировали разместить в здании бывшего ОК-клуба. Открытие МФЦ тормозилось из-за недостатка областного финансирования. И по самым оптимистичным прогнозам, новый центр в Обнинске мог бы появиться не ранее 2015 года. Так прокомментировал ситуацию два года назад Владислав Шапша. Сегодня первый многофункциональный центр в Обнинске торжественно открыли. Хотя место дислокации было изменено, на результате это никак не отразилось. Действительно, очень долго в городе Обнинск у нас шла эта программа по созданию многоконнациональных центров. С 2008 года в нашем регионе реализуется эта программа. 75% жителей региона уже забыли, что значит стоять в очередях. Время в очереди в новом центре МАИ Документы не превышает 15 минут. Система работы очень простая. Пришел, взял талон и через 15 минут твоим вопросом уже занимаются специалисты. Действительно, непросто мы шли к этому событию в городе Обнинске. И даже вот этот центр, который мы открываем сегодня, он работал фактически с ноября месяца в таком в тестовом режиме, потому что мы прекрасно понимаем, насколько требовательны жители города Обнинска, привыкли к качеству услуг, и мы должны это качество здесь обязательно обеспечить. За 10 дней работы в тестовом режиме центр МАИ Документы принял уже 300 человек. Рекламу новой организации обеспечила так называемое сарафанное радио. Ведь обнинцы не один год ждали, когда очередь в федеральных структурах останется в прошлом. Я благодарен, прежде всего, за настойчивость в достижении цели. И тот центр, который сегодня мы открываем, это первые 8 окон в городе Обнинске, это пример того, как нужно качественно оказывать услуги. Но не только качество услуг здесь может стать примером. Облегчить жизнь обнинцам помогло взаимодействия бизнеса и власти. Это действительно правильный, нужный и своевременный очень шаг к такому частного государственному партнерству в сложное время. Центр МАИ Документы – это фактически посредник между федеральными ведомствами и человеком. Первыми взаимодействия наладили Федеральная миграционная служба и Росреестр. Количество услуг в центре достигнет отметки 60, и появляться они будут, как только обнинцы захотят. Мы очень тщательно подходим к формированию услуги. Мы хотим, чтобы граждане, приходя к нам, понимали, что мы профессионалы, что мы делаем все для людей, и чтобы это все было качественно и достойно. Но вот пенсионный фонд заявляет, что вы можете уже завтра с вами закончить. А вы можете с ним закончить? Мы готовы завтра. Если заявляет пенсионный фонд, то мы готовы. Мы ждем этого первого посетителя. Первый многофункциональный центр в Обнинске расположен по адресу проспект Маркса, дом 130. Но единственным он надолго не останется. Открытие в Обнинске этого центра это еще только начало. Мы планируем открыть второй такой же многофункциональный центр в городе Обнинске, что позволит для такого крупного населенного пункта, второго по численности в нашем регионе, охватить как можно большее количество населения и предоставить качественные услуги для наших граждан. Второй многофункциональный центр появится уже в другом районе Обнинска. Но что самое важное, заработает он уже в этом календарном году. Евгения Власюк, Олег Логинов, телекомпания Обнинск ТВ. Общероссийский день приема граждан уже третий год проходит 14 декабря. Вчера с 12 часов дня и до 8 часов вечера любой житель мог обратиться в полицию, прокуратуру, администрацию нашего города и задать любые интересующие вопросы. Отличительной особенностью этого приема стало то, что люди могли не только обратиться за помощью, но и сразу ее получить. Любой гражданин может обратиться в любую организацию по тому вопросу, который его волнует. В режиме реального времени сотрудники ОВД, совместно с сотрудниками администрации, прокуратуры, жилищно-коммунального комплекса и так далее могут общаться и решать любую проблему, которую обозначил гражданин. Вне зависимости от того, к какой компетенции какого органа относится его вопрос. В последнее время полиция стремится быть более открытой в общении с горожанами. Не так давно мы рассказывали о горячей линии ОМВД, когда любой желающий мог позвонить по телефону и обсудить насущные проблемы. Единый день приема граждан обнинцы тоже не оставили без внимания. В течение дня к нам обратились жители города, которые жаловались на соседей по месту жительства, просили провести с ними профилактические мероприятия в связи с тем, что они не находят общего языка по месту проживания. На прошлой неделе наши журналисты уже рассказывали об объездной дороге на улице Кобицинской. Наша съемочная группа специально выехала, чтобы узнать мнение автомобилистов. Кстати, многие водители выражали одобрение как новым покрытием, так и изменившейся схемой приоритета дорог. А вот другие, наоборот, говорили о том, что новая транспортная схема приведет к увеличению количества ДТП на этом участке. И такие пессимистические прогнозы потихоньку начали сбываться. Вчера в полдень, не разобравшись в новых приоритетах, дорогу не поделили ГАЗ и МАН. Оба водителя были уверены, что их направление главное. И хотя в вопросе, кто виноват в аварии, автомобилисты чаще всего не имеют общего мнения, в этот раз водители были единодушны. Этого ДТП попросту не было бы, если бы не поменяли знаки. О других происшествиях, которые вчера произошли в Обнинске, расскажут наши коллеги из редакции программы «Экстренный выезд». Утро понедельника, 14 декабря, не задалось у Обнинского автовладельца. Мужчина припарковал свою иномарку вечером-воскресеньем во дворе дома на улице Пирогова. Утром хозяин обнаружил, что водительское окно разбито, а из салона пропал навигатор. По словам хозяина автомобиля, злоумышленников, видимо, спугнула сработавшая сигнализация, так как остальные ценные вещи остались нетронуты. В этот же день в Обнинский отдел полиции обратилась сотрудница одного из офисов на Комарова 3А. По словам женщины, она находилась в этом помещении одна и отлучилась буквально на пять минут в другой кабинет. А когда вернулась, не поверила своим глазам, повсюду были осколки стекла от покрытия рабочего стола. Первой версией случившегося был теракт, но после сотрудница все-таки успокоилась и вспомнила, что этажом ниже проводятся ремонтные работы, и это могло послужить причиной разбитого стола. Следующим местом инцидента стала гостиница на проспекте Ленина. В три часа дня администрация заметила подозрительные пакеты в фойе и незамедлительно вызвала службу 112. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, скорая медицинская помощь, МЧС, пожарная служба провели все необходимые мероприятия по эвакуации людей из здания. При детальном обследовании подозрительных пакетов выяснилось, что опасности они не представляют. В черной сумке находился ноутбук, а в пакете продукты. А уже вечером в Обнинске произошла еще одна автомобильная авария, в которой пострадал пешеход. Местом происшествия стал пешеходный переход на проспекте Ленина. По словам водителя автомобиля «Опель», женщина резко вышла на проезжую часть, не убедившись в безопасности своего маневра. К тому же разговаривала по телефону. С места инцидента пострадавшую доставили в городскую больницу. Точный диагноз или его отсутствие должен появиться после тщательного обследования участницы аварии. Накануне новогодних праздников внеплановые проверки торговых точек провели сотрудники областного Роспотребнадзора. В основном проверкам подверглись те, кто торгует сладостями. 25 проверок привели к составлению 20 протоколов. Среди наиболее частых нарушений отсутствует информация о дате выработки, условиях хранения и сроке годности конфет. Как правило, продавцы не соблюдают срок годности и температурный режим хранения сладких подарков. Также нередко отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность пищевой продукции. Сегодня мы спросили у обнинцев, чем будут руководствоваться они, покупая сладости. Ну, раньше чем руководствовался старой советской школой Красный Октябрь и прочие вот эти вот... Срок годности обязательно. Ну, обертку для внуков, конечно, чтобы было покрасивее. Вначале на фабрику, которую я изготовила, а потом уже на срок годности, естественно. Ну, я смотрю на внешний вид, ну, как бы, чтобы красивое было. А на срок годности редко. Ну, конечно, она состав, да. Конечно, этикетка, она привлекает, но состав очень важен. Состав нужно обязательно смотреть, потому что сейчас продукция очень разная, и есть и подпольная продукция, есть натуральный продукт. В минувшие выходные в Обнинске прошла театральная премьера. На суд зрителей артисты театра ИАТ под руководством Юлии Носовой представили интерпретацию сказки Шарля Перо «Золушка на современный манер». Что объединяет современных «Золушка» и «Принца» выясняла наш корреспондент Елена Кисина. Французский драматург и режиссер Жоэль Памра написал современный сценарий к старой сказке. Ведь сказочный сюжет, конечно, меняется со временем, но суть его остается на века. Сама пьеса и наш спектакль, он о любви, конечно, но там герои оказываются в таких достаточно жестких обстоятельствах, молодые причем герои, когда они теряют близкого человека. То есть смерть постигает близкого человека, и они сами в шоке. Благодаря любви, любовь побеждает смерть. Актеры в студенческом театре надолго, к сожалению, не задерживаются. Чаще всего происходит так. Закончилось университетское обучение, закончился и театр. Хотя студенческому театру и от эту формулу иногда преодолеть удается. Зоя, понимаешь ли, в нашем доме не принято сумки держать в руках. Никак-то не хочется. Я тебе в последний раз говорю. Ложи эту сумку. Да! Ложи эту сумку. Нет! Положи эту сумку! Нет! Положи эту сумку! Нет! Положи эту сумку! Роль современной мачехи переписана по-новому. В реалии сегодняшнего дня это женщина, постоянно ищущая обеспеченных мужей. Кстати, актриса, сыгравшая отрицательную героиню в театральном искусстве, не новичок, но вот такой характер передает впервые. За такое количество ролей, положительных, которые я сыграла, уже немножечко устаешь. Ну, не то, что устаешь, а как-то... Там мне все было понятно уже, уже одно и то же практически каждый раз. А здесь что-то новое, яркое, в то же время яркое, да, очень характерное она, эта героиня. Конечно, это было в новинку и интересно. Я не сразу поняла вообще, как это все делать и как к ней подойти, к этой задаче. Я совсем не добрая. Если бы люди знали, какая я на самом деле, они бы ни за что не сказали, что я добрая. Виктория Пышегодская, которая в спектакле играет Золушку, в театре недавно, а вот характер ей надо было сыграть сложный. Золушка в спектакле – это девочка, впавшая в депрессию после смерти матери. Все эти чувства актрисе передать на сцене было непросто. К тому же на подготовку спектакля ушло всего три месяца. Сначала это оказалось просто. То есть есть текст, есть определенные эмоции, которые ты должен показать. И вроде сначала все получалось, а когда ты начинаешь задумываться о характере, о том, что она именно думает в тот или определенный момент, конечно, возникают некоторые сложности. Не менее эффектным персонажем оказалась фея, которая в современном мире показывает не чудеса, а фокусы. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на минимальное количество декораций и, казалось бы, простой сюжет, спектакль получился трагикомичным, а искренняя игра актеров смогла привлечь внимание зрителей. Не часто на таких мероприятиях бываю, но по воздействию на мою внутреннюю эмоциональную меру это я просто был просто... Очень радует, что молодежь-то в конце концов занята таким делом красиво. В современном прочтении принца и Золушка объединяет одно – смерть матерей. Но принц до поры до времени был уверен, что мама долгое время отдыхает на курортах. Когда Золушка смогла пережить свою потерю, она объяснила принцу, что их ситуации схожи, и общее чувство горя стало началом большой любви. Елена Кисина, Евгений Соколов, телекомпания Обнинск ТВ И о спорте. В пятом туре чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б» клуб Обнинск играл на выезде в Череповце с местной северянкой. Обе встречи прошли в напряженной борьбе, и в итоге очки поделились поровну. В первой игре наша команда уступила 2-3, во второй выиграла в пяти партиях. После этого тура возглавляет турнирную таблицу первые подгруппы «Московский луч», на втором – «Северянка» и третье – «Обнинска». Борьба за две путевки в финальную часть чемпионата обостряется, и все решится в последнем туре. Болельщикам напоминаем, что заключительные игры пройдут 19 и 20 декабря в волейбольной школе Александра Савина. Соперник нашей команды – столичный луч. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Программа новостей выходит на нашем телеканале 5 раз в неделю по будням в 19.00. Если у вас есть свежая информация, звоните в телефон нашей редакции 39 44 332. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова